Дорогие друзья, хоккеисты Республики Калмыкия желают российской сборной на 24-х зимних Олимпийских играх достойного выступления и побед! Россия! Здравствуйте всем, меня зовут Калмаков Артём, я занимаюсь хоккеем и желаю всем олимпийцам удачи! И передаю привет Александру Олечкину! Пока! Здравствуйте, друзья! Перед началом выпуска «Так!» я слышал однажды, хотел бы поблагодарить тех, кто помогает нам морально и материально. Большое вам спасибо за теплые слова поддержки и ваше неравнодушие. Прошу тех, кто только к нам присоединился, обязательно подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, а также порадовать алгоритмы Ютуба для вывода наших видео в рекомендации. Оставляйте свои комментарии, делитесь нашим видео с друзьями и близкими. Также у нас есть несколько уровней спонсирования нашего канала. Для этого вам нужно лишь нажать на кнопку «Спонсировать» и следовать инструкциям. Спонсоры канала получат доступ к уникальным смайликам и еще ряду плюсов, которые мы готовим для вас в этом году. С уважением, Максим и команда канала «За онлайн». Народный фронт провел исследование и выяснил, сколько на самом деле в Калмыкии стоит ПЦР-тест на ковид-демиадарность. Вся полученная информация о ситуации с ценами в республике, о том числе, вышла в доклад, который озвучил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Так, в Калмыкии единственный вариант бесплатно сдать анализ только когда у человека появились симптомы РУИ и медики подозревают коронавирус. Но стоит понимать, из-за резкого увеличения заболеваемости и распространения штамма омикрон, есть вероятность, что придется долго ждать своей очереди. В остальных случаях, особенно когда дорога каждая минута, жителям республики приходится самостоятельно обращаться в лаборатории и, соответственно, за это платить. Как оказалось, платить немалые деньги. Если на момент проверки общественников анализ на ПЦР-тест в Центре гигиены и эпидемиологии стоил 950 рублей, то в инвитро 1000 рублей, а в гомотесте 1770 рублей. Мы опросили 1575 жителей Калмыкии и почти 30% из них сдавали тест платно. И наш мониторинг показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты все же есть. «Нынешняя эпид-ситуация может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, мы должны предугадать и не допустить попыток взвинтить цены», – прокомментировал руководитель Кринального исполкома Народного фронта в Калмыкии Батер Мергульчеев. В Народном фронте пояснили, если частная медицина повысит цены, это увеличит давление на систему ОМС, а государственные учреждения и так работают на пределе. В 2021 году в Калмыкии и еще четырех регионах инфляция приняла двузначное значение. Севастополь – 10,1%, Алтайский край – 10,2%, Хакасия – 10,2%, Калмыкия – 11,5%, Дагестан – 11,8% – приводит данные Росстат. В среднем по России она составила 8,4%, наименьший рост цен зафиксирован в Ненецком автономном округе – 3,7%. Всего же по стране рост цен превысил общероссийский показатель в 54 субъектах. Из 290 городов и поселков городского типа самые высокие цены зафиксированы в административном центре Чукотки – Анадыре. Там установлен набор из 264 видов потребительских товаров и услуг стоят на 57% дороже по сравнению со среднероссийским значением. Из ежегодно обследуемых населенных пунктов этот город становится самым дорогим пятый раз подряд. Немногим меньше товары и услуги обходятся жителям населенных пунктов Камчатского края и Якутии. Отдаленные районы Дальнего Востока традиционно входят в число самых дорогих для проживания. Видео из заповедника «Черные земли» покорило пользователей интернета. На кадрах сняты в степи проснувшийся суслик, где ловитые следуют территории. С этим грузуном калмыков связано поверье – проснулся суслик, наступила весна. Предания гласят, что суслики просыпаются от зимней спячки на Цаганцар. Их свист предвещает весну. Сусликам связывают надежду на лучшее, что приходит с теплом. Старожилы говорят, что если грузун вышел из норки, то сильных морозов уже не ждет. За три года Калмыкия получит порядка 100 миллионов рублей на строительство умных спортивных площадок. По распоряжению председателя федерального правительства Михаила Мишустина, 84 региона за три года направят более 9 миллиардов рублей на сооружение 80 модульных спортивных залов и почти 200 умных спортплощадок. Новые объекты для граждан появятся в шаговой доступности. Здесь планируется разместить тренажерный зал, раздевалки, футбольное поле и площадку для воркаута. Администрация Ешелтинского района направила в адрес регионального МВД письмо, в котором поднимает вопрос правомерности применения штрафных санкций в отношении водителей на участке дороги, не принятой в эксплуатацию. А также использование показаний видеокамер с одного угла обзора для оценки дорожной ситуации на перекрестке. Как оказалось, в декабре водителям Ешелты стали приходить штрафы за выезд на встречную полосу. Нарушение подтверждалось данным видеофиксации. При этом дорога не принята в эксплуатацию по вине подрядчика, который выполнил разметку дорожного полотна не по ПСД. Кроме того, у районной администрации возникли вопросы к Центру информационных технологий и комплексной безопасности. Например, почему видеокамеры установили на муниципальном уничестве без договора аренды? И кто разрешил их подключить к муниципальной электрической линии для уличного освещения? Ешелтинцам, получившим уведомление о штрафах, администрация РМО предлагает обратиться в суд. Туристический кэшбэк – программа государственного спонсирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках этой программы туристы могут оплатить путешествие картой МИР и получить кэшбэк 20% от его стоимости. В программе участвуют все регионы страны. Чтобы получить кэшбэк, нужно зарегистрировать карту МИР одного из банков-партнеров в программе лояльности платежной системы МИР, оплатить этой картой тур с транспортом и проживанием в отеле от двух ночей, получить кэшбэк 20% от стоимости тура, но не больше 20 тысяч рублей. В поездку можно отправляться с 18 января до 30 апреля включительно, а в круиз с начала навигации до 1 июня. Главное условие – оплатить тур с 18 января по 12 апреля. Калмыцкий самбит взял бронзу первенства России. Воспитанник Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Эрни Бадмаев завоевал бронзовую медаль первенства страны по самбо. В весовой категории Бадмаева заявили участие 52 спортсмена. В серии упорных сваток борец из Калмыкии одержал 7 побед. Только в одном бою Эрни уступил сопернику. В итоге Бадмаев занял третье место. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 18 лет. За призовые места боролись более 600 спортсменов со всей России. Калмыцкий спортсмен выступил в весовой категории 64 кг. Тренирует призера Санал Лиджиев. В Бурятии буддисты отмечают один из самых значимых праздников – Сагалган. Сагалган или праздник Белого месяца. Старинный праздник монголоязычных народов, приуроченный к началу Нового года по монгольскому лунному календарю. Дата плавающая. Между концом января и серединой марта. Обычно приходится на февраль. В Датсанах мероприятие начинается за три дня до празднования. Здесь проводят особые молебны, посвященные божествам, защитникам учения Будды. Молебен Садор Лхамо начинается рано утром с шести утра и длится более двух часов. Он включает чтение ламами молитв, подношение прихожанам даров, разных сладостей и угощений, а также ритуал обмена ходаками. Напомним, в этом году буддисты Калмыкии отмечают Саган Сар 3 марта согласно особой астрологической традиции. Калмыкии назначен новый заместитель министра культуры и туризма республики. Распоряжение назначения Аллы Ковтуновой подписал глава Калмыкии. Алла Ковтунова – уроженка города Талица Свердловской области. Окончила Уральский государственный университет Иранг и ГСС при президенте РФ. Также новый заместитель министра имеет дипломы Российского государственного университета туризма и сервиса и Государственной Екатеринбургской академии современного искусства. Кроме того, Алла Ковтунова – выпускница президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий Народного хозяйства России по направлению менеджмент. Она проходила стажировки в Германии, США, Японии, Китае, Индии и Молдове. Заместитель министра является кандидатом педагогических наук. На ее счету более сотен научных публикаций, две монографии и 12 статей в рецензируемых журналах. До вступления в новую должность она была заместителем главы администрации городского округа Богданович. За время работы Алла Ковтунова награждалась благодарственными письмами и грамотами федеральных ведомств. Прокуратура выявила срыв сроков строительных новых домов в Юстинском районе. В рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья ведется строительство трех одноэтажных двух многоквартирных жилых домов. Прокурорская проверка выявила срыв графика выполнения работ. Еще не начато строительство кровли, задерживается установка окон и дверей. Подобное промедление может стать причиной срыва реализации НАС-проекта. Также это свидетельствует об отсутствии контроля муниципального заказчика за деятельностью подрядной организации. В адрес подрядчика и заказчика уже внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Более 1200 семей в Калмыкии ждут своей очереди на получение положенного по закону земельного участка. Из них более 1000 многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей. Год назад в очереди на участок стояло 1137 семей. С 2011 по 2018 годы земельные участки для индивидуального жилищного строительства получили 4179 семей. Из них 3599 многодетных. Проблема особенно остро стоит в листе. Еще в 2018 году региональный Минзем выделил территорию для представления гражданам. Но для настоящего времени она не разделена на участки для льготных категорий. Орган исполнительной власти все-таки планирует завершить начатое несколько лет назад. В этом случае на дело для строительств получат 267 семей. По мнению прокуратуры республики этого явно недостаточно. Землю предоставят только пятой части ожидающих очереди семей. Соответствующее представление прокуратура вынесла на имя руководителя Минзема Калмыкии. Орган исполнительной власти планирует внести изменения в закон Республики Калмыкия о регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия, которым будет предусмотрена денежная компенсация вместо предоставления земельного участка. Семь калмыцких спортсменов покажут свое мастерство на чемпионате России по греко-римской борьбе, который пройдет в Суздале. Их имена известны всем жителям республики. Это заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по греко-римской борьбе герой Калмыкии Миньян Семенов. Мастер спорта международного класса Санал Семенов. Мастер спорта России по спортивной борьбе Данил Адросов. Мастер спорта России, серебряный призер чемпионата UFO 2021 года Николай Маглинов. Кандидат мастера спорта России, бронзовый призер чемпионата UFO 2021 года по греко-римской борьбе Игорь Фаустов. Мастер спорта России, двукратный победитель первенства России Равдан Джуджинов. Мастер спорта России Леонид Савхаев. По итогам чемпионата определяют участников сборной команды России. А лучшие борцы получат путевку на чемпионат Европы, который пройдет в апреле в Венгрии. Предпринимателям Калмыкии компенсируют часть расходов на изготовление вывесок на калмыцком языке. Килистинские предприниматели получат компенсацию через центр «Мой бизнес». В соответствии с региональным законом о государственных языках, тексты объявлений, афиш и другой наглядной информации должны быть оформлены на калмыцком и русском языках. За исключением фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания. Как отметили в Министерстве экономики Калмыкии, размер компенсации зависит от продолжительности работы в республике. Предпринимателям, которые работали в Калмыкии более года, компенсируют 70% затрат. Сумма в итоге не более 30 тысяч рублей. До года 90% более 20 тысяч рублей. Самозанятым 95% не более 10 тысяч рублей. В Элисте ведутся подготовительные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Вопросы реконструкции объектов водоснабжения обсудили в ходе рабочей встречи замглавы Министроя Российской Федерации Юрий Гордеев и председатель правительства Республик Калмыкии Юрий Зайцев. Сейчас проектно-сметная документация объекта проходит госэкспертизу, после которой будет проведен торг и определен подрядчик. Работы ведутся в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии на 2020-2024 годы. Объем предусмотренных средств на реализацию в 2022-2023 годах первого этапа реконструкции составляет 640 миллионов рублей. Рейтинг Бату Хазикова главы Калмыкии рушится из-за очередного противостояния, на этот раз с деятелем культуры. В конце прошлого года Калмыкии деятели культуры облатились в главе республики с открытым письмом, в котором попросили проверить соответствие занимаемой должности главы Минкульта. Вместо этого Хазиков накануне назначил министру нового зама, экс-зам главы администрации маленького Свердловского города Богданович. Культурный эстеблишмент шутки не понял и вновь написал открытое письмо главе, но на этот раз с требованием оставки самого Хазикова. Верится, конечно, в данную новость с трудом, но если это правда, и даже представители культуры расстроили кадровое назначение Хазикова, то команде цагировцев потихоньку приходит цагиров. Подконтрольные телеграм-каналы пишут, что это фейк, нам остается только смотреть за развитием ситуации. Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан» отметит свой 85-летний юбилей концертным туром. Помимо этого, ансамбль планирует отправиться на гастроли в рамках проекта «Мы – Россия», а также показать новую концертную программу, хореографические постановки и видеоклипы в 2022 году. Подписывайтесь на YouTube-канал ансамбля «Тюльпан». Назначенный в конце 2021 года заместителем сети-менеджера Элисты, экс-глава советского района Волгограда Шафран Тепшинов рассматривается в качестве одной из возможных кандидатов на пост главы Республики Калмыкия в случае досрочной отставки Бату Хасикова. Впрочем, шансы Шафрана Тепшинова пока значительно ниже, чем у других рассматриваемых фигур. В частности, депутата Госдумы от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаева, руководителя администрации главы Республики Калмыкия Чингиза Берикова и генерального директора компании «Хэвл» лидера отечественной отрасли солнечной энергетики Зои Санджеевой. Ну а вы, уважаемые земляки, пишите в комментариях, кто, по-вашему, должен быть главой Республики. Новый штамм Омикрон сильно изменил подход к лечению коронавируса в целом и введению ограничений, связанных с ним. Например, одно из самых важных изменений в лечении – отказ от массовых госпитализаций и углубленных обследований бессимптомных больных. Кроме того, выбор препаратов для лечения в большей степени продиктован текущим состоянием пациента. Также основное изменение связано с изоляцией контактных больных людей. В Роспотребнадзоре отменили изоляцию для лиц, контактирующих с больным коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат. Омикрон быстрыми темпами шагает по планете, и его воздействие на человека продолжает изучаться. Такого позора давненько не было. Ну что? Висит система. Уже более чем сутки вся карательная машина путинизма, беспощадная и пафосная, демонстрирует бессилие и робость. Заткнулись депутаты Государственной Думы, которые клеймят оступившиеся товарищей по партии. Безмолвствует великий инквизитор Бастрыкин. Стараясь не шуметь, грустно вдыхает прокуратура. Помалкивают пропагандоны и моралисты. Притихли клеймители экстремизма, сажатели 13-летних мальчишек, обличители попок и выисковители туманных намеков. Скисли борцы за законность и нравственность, заглохли жирики, кинштейны и даже юная мизулина. Никто не знает, как быть и как реагировать на публичные заявления руководства Чечни о намерении отрезать головы неугодившимым гражданам Российской Федерации. Ситуация невероятная, безвыходная и доказывающая, что так называемый закон Российской Федерации импотент, поджимающий хвост перед любой силой, любой реальной решительностью. Александр Невзоров. На этом пока все. Делитесь нашим видео с друзьями и близкими, подпишитесь на наш канал и следите за выходом новых роликов. С уважением, Максим. Именно благодаря вашей поддержке у нас еще есть силы, чтобы работать. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы пятейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид, как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая, больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8-961-547-7664. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok